Не заключается, если работа будет у них? Нет. Будет человек здесь, которые будут находиться вместе. То есть один человек ничего не сделает. И также один человек, если будет финансировать, он тоже ничего не сделает. Я слышал, шли такие разговоры, что вкладывать туда. Это тоже помощь. И тоже большая помощь. Дальше. Кроме этого, есть наши мельчане, которые живут во всему миру. Да. Люди, которые состоятели, которые могут и хотят помогать в нашей общине. Далеко не безразличны и в наших кладбищах. Далеко не безразличны. Вот это вот та же самая дорога. Они приезжают к нам раз в 10 лет. Чтобы попасть на могилу к своим родственникам, а пройти невозможно. Проехать невозможно. На кладбище у нас находится. То есть мы забываем, откуда мы вышли. То есть наши корни все тут. И где бы вы ни были в мире, они обязаны быть. Не могут сами, они высылают деньги, чтобы кто-то пришел тут за могилкой, присмотрел. А пройти туда, найти ту же могилку, тоже проблема. Сколько у нас было разговоров, сколько уже было перечислено денег, сколько было всего шума. Я не говорю, что ничего не сделалось. Нет, работа видела. И памятники ставились, и разговоры шли, и собирались, и делали. Воскресники хотели бы, и убирали, и собирали тот же мусор, и траву выдергивали, и деревья пилили. Но этого всего не достаточно. Там очень много еще работы. Кто-то должен этим заниматься и серьезно. Но заниматься должен честно. Деньги поступили, а работу не видно. И люди начинают уже терять у нас. Они хотят видеть общину, они хотят видеть работу. Они согласны вычислять деньги, но они хотят видеть работу. Они хотят увидеть наше кладбище нормальное, цивилизованное, убранное. Спасибо, потому что можно было туда не только пройти пешком, а мы сегодня даже не можем пройти, не то что заехать. У нас как похороны, так у нас целая проблема. Я не за похороны, я просто без растения, без растения нет. Потому что на кладбище невозможно зайти, в туалеты валяются там. Сейчас, нет, я уже так, что-то, я не знаю, просто, видать, уже. Многое сказал просто Игорь уже, поэтому я уже не хочу повторяться, как бы. Поэтому я говорю уже там дополнительно вот такие вот вещи. Ну, кроме всего этого, что я еще хотел сказать? Значит, как я это все вижу? Сегодня у нас очень такое время такое беспокойное. Да, я из, как бы, структуры больше силовиков, чем из другой структуры. Но я просто вижу еще ту другую картину. Я смотрю, что творилось вот и во Франции, и даже сейчас вот на Украине. И, как бы, да, как бы, 21 век, это не тот каменный век, когда жили наши предки. И то они организовывали, то есть, помните, вы такие еврейские дружины, которые оберегали, которые следили друг за другом. Если не дай Бог, у кого-то еврея, беда, они быстренько въехали и помогали. Сейчас этого просто не было. Просто эти фрагменты, которые были, и это было у нас в городе, и это жило у нас. Была, ну, дружина, которые не приезжали, а друг другу помогали. Сейчас, не дай Бог, что у кого-нибудь случится с кем-то дома, каждый думает только о себе. А может быть, меня пронесет это. То есть, нету той группы, которая могла бы подъехать и помочь. Нету... Хотя, ну, как вам правильно объяснить, я не говорю 100%, чтобы мы можем собрать... Если нанимаем кого-то из людей, это он, человек наемный, могут приехать, могут и приехать. Я считаю, что если делать эти же группы, лишь нужно быть евреем, которым не безразлична жизнь еврейская. И должен знать, что в первую очередь... Я об этом и говорю, о евреях. Пусть мы могли бы просто дать деньги какой-то бригаде, и она бы переездила. Но это же будет все чисто не так. Поэтому... Мы ничего не создаем. Мы просто возрождаем. Просто это мое мнение. Это мое мнение. Если посчитают, что это необходимо... Не столь важно, буду я председателем. Или Игорь будет председателем. Или кто-то другой будет. То есть, эти такие вещи, которые на сегодняшний день, я считаю, просто... Ну, время такое, каждый должен задуматься об этом. Не вопрос. Конечно, в случае, что сели в самолет, он до самолета еще дал добраться. Где будет гарантия, что властям будет до еврейского народа, как сейчас, в данное время, находятся какие-то на Украине. Они не смотрят, кого залезали, или кого еще что-то, не дай бог. То есть, как бы к этому наш народ, я думаю... Говорите о себе. Так, что бы вы теперь об этом не говорили? Все вопросы. У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста, у кого вы по-моему, по-моему, по-моему. Дима, Дима. Дима, Дима. Анатолий Саввилович. Ну, во первых. Есть ли по поводу вашего отношения? Вы, наверное, на кладбище пару лет не были. Ну, ладно, не об этом я сейчас хочу сказать. Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы так и не сказали, вы собираетесь еще входить в пульс дела? Если Игорь, я с ним не так уж знаком, но знаю, что он тесно контактировал с Левой. Давайте вопрос, Миша, пожалуйста. Вопрос. И, естественно, он все сказал, потому что постоянно помогает. Что вы планируете? И сразу и второй вопрос. Максимальный коллектив, которым вы руководили до сих пор. Здесь, потому что председатель общины, вот смотрите, даже тут, наверное, половина не пришло, но с ними надо будет работать. Все. Я все. Спасибо. Насчет кладбища, да, действительно, где-то я уже, наверное, месяца 4 до февр. Вам же что-то, в общем, вопрос. Все это была реприка. Не надо, не надо. Я ничего не с ответить. Потом вы не задите. Пожалуйста. Он же не может сразу. Если что-то, если вы делаете с вами, если лучше. А что-то, дальше, что я еще тут по поводу здорового вопроса. Если бы еще на рапорту не было, хотя бы не было вопросов. Здоровый вопрос. Я работал больше тренером, а то, что я работал, допустим, по своей работе, да, как бы небольшие у нас такие, да, 30 человек, 20 человек, вот так вот, да. То есть такого, например, ну, пришел бы как-то страх. Но сейчас вопрос обстоит не только во мне, значит, соответствующее, и один председатель сам ничего сделать, работать не будет. Значит, будет группа из 10 человек, из 9 человек, которая будет костяк. Вот этим костяком мы не будем работать. Спасибо, Миша. Еще, пожалуйста. Михаил. Что, что мне? Плюс все. Тебе те же вопросы, что я задавала Игорь. Ну, на первый год ты вообще что-то ответил, да? Второй. Ты тоже будешь ставить диагноз, почему люди пассивны? Как вот ты видишь то, что жизнь общины может быть только тогда, когда люди в какой-то степени активны? Если они пассивны, общины нет. Как вы собираетесь это сделать? Ну, я думаю, в первую очередь, для того, чтобы люди были не такие, как бы сказать, пассивные, а более активные, нужно будет просто проводить больше работы. То есть, нужно будет больше привлекать. То есть, каждый член нашей общины, он будет так же само участвовать во всех по желанию. Мы никого не можем заставить. И каждый день должен знать, что все делается, делается только для нас, для ивлеев. В первую очередь. Если со стороны нам кто-то будет помогать, это будет плюс. Но надеяться на кого-либо, мы должны знать сами, что мы в этой небольшой, маленькой стране, у нас ивлеев тут еще меньше, чем я. Поэтому, если не будем помогать и друг друга поддерживать, это будет пассивность. А при пассивности это всегда у нас это чревато. Можно? То есть, больше работать с народами. И если даже человек не может приехать, в самом деле, там, на какой-то даже, я думаю, что хотя бы пару раз в неделю можно будет делать такое время, чтобы могли люди приехать и посетить. И это не обязательно финансовая будет помощь, или что, просто человек придет и зальет свое, скажет, что он хочет. Может, ему чем-то помощь будет, как-то на работу устроить, или какие-то другие фрагменты. Плюс, мы, наверное, знаем, что у нас многие люди бегствуют и конкретно бегствуют. Значит, будет помощь. Все имя нами будем спокойненько, тихонько помогать. Потому что, если сразу, так же самое, вот, думаем, бизнес-клуб. Бизнес-клуб, как бы, это, как бы сказать, это тоже будет, ну, пусть не маленькая часть людей, которые будут работать, будут, где-то сумма денег выходить чисто в этот наш счет. Это наш счет, который будет действительно идти в помощь нашим университетам. Это идет, ну, я считаю, в первую очередь должна быть честная работа. Вот, что должно в первую очередь. Порядочность и честность. Значит, если действительно будет честность, не только одного председателя, а всего, всей общины, значит, у нас будет все прекрасно и честно. Если будем только говорить друг от друга гадости или еще что-то, как-то, то у нас еще не получится. Поэтому, кто бы ни стал, нужно относиться к этому правильно, относиться к этому честно. Спасибо. Спасибо. У кого еще вопросы, пожалуйста? Я вас очень прошу, задавайте сейчас вопросы нашим кандидатам, нашим претендентам. Ну, попросим первое время, если что, у Полины Григорьевны, если на нее откажем. А на второе время я посмотрю, что я могу сегодня сказать. Я думаю, Марина Григорьевна, если что, скажите, пожалуйста, вы разрешите собираться? Я просто хочу узнать, разрешите вы или нет? Однозначно, это общинный дом, поэтому проблем никаких нет. Спасибо. Первый ваш вопрос. Я ответила на Мишу, да. Я прошу обречения, может быть, я что-то сделал, не так? Я считаю, это и весь ли дом. То есть сюда также могут люди приходить и так же самое задавать вопросы. И так же самое, то есть так же самое и в синагоге можем встречаться. И так же можем встречаться. Нет, в синагоге не надо. Почему? Когда ты человеку говоришь, перебивайте. Задавать вопросы, пожалуйста. В синагогу просто приходить, чаще встречаться, чтобы можно было и помолиться нашему Создателю. У меня тот же вопрос, что был к Игорю Борисовичу. Другие... Меня что, не слышно? Не слышно, там, не слышно. Здесь шум. Тоже вопрос. Какие еще дополнительные источники финансирования для общины вы видите, кроме членских взносов, меценатства, что-то еще? Ну, поскольку мне известно, значит, финансировалась, все время финансировалась наша община. Значит, я уже разговаривал на счет финансирования с ребят, с нашими выходными бричанами, кстати, которые живут в Америке, которые живут также в Африи, также в Канаде. Ну, как бы они, не то, что не против, они хотят помогать. Они хотят помогать, они хотят, чтобы честно деньги распространялись в правильные нужды. То есть, чтобы не было подлогов, чтобы деньги шли именно туда, куда они дают. Еще, пожалуйста, вопросы. Чтобы никто не ушел отсюда, не задав свой вопрос. Пожалуйста. Тогда до утра будем сидеть. Уйдем. Ну, до утра посидим. Сейчас-то вы собираетесь сидеть. Да, что-то. Пожалуйста, еще вопросы. Нет вопросов? Все, все, нет. Спасибо. Спасибо. Для того, чтобы перейти к второй части нашего собрания, нам необходимо избрать счетную комиссию. Президиум. Президиум начальник. Пожалуйста, всем разрешение. Простите, сказать. Ты хочешь что-то сказать еще, пожалуйста? Нам нужно избрать счетную комиссию. Поднятием руки. Давай мы по вопросам к нашим кандидатам до сих пор начать с вопросов к кандидатам. Как они видят общину? Конкретный черт. Все, значит, а потом уже, когда мы завершим основную работу, будем еще все говорить, сколько захотите, где мне не ограничено. Поэтому мы переходим ко второй части. Правление вынесло решение такое о открытом голосовании. Каждый имеет право поднять в нем руки свое мнение. Поэтому для того, чтобы ваше мнение пересчитать, нам нужна счетная комиссия. Пожалуйста, какие предложения? Выберите начальника председателя или секретаря. Это же процедура. Как вы считаете, кому мы можем поручить, проводить пересчет голосов? Нет, нет, нет. Инна Машковича. Инна, тебя не спрашивают, да или нет. Инна Машковича. Пожалуйста, и не спрашивают. Инна, ты задерживаешь собрание. Покажись собрание, где сидишь. Пусть биографию расскажут сначала. Мужа ее тоже. Покажись собрание, я позволю себе внести предложение по поводу кандидатуры секретаря. Кому мы поручим сейчас все это записывать. Я прошу меня поддержать. Таня Работникова. Где Таня? Поддерживаю. Кто-то против? Нет, Таня тоже против. Компьютер взяла с собой. Пусть с собой. Набивайте. А, смс-каней. Нам в сердце живо очень писать. Вообще разъяснили. Вообще номер писать. Сейчас же лучше планшет. По планшету подверг. Да, не взяла с собой. У меня только единственная к вам просьба. У нас нет фиксирующих автоматов на счет. Будут считать люди, как вы видите. Поэтому, пожалуйста, держите свою руку долго. Пока не скажут о пути. В том порядке, как были предложены кандидаты. Так, счетная комиссия. Вы определились? Вы считаете все одинаково? Или вы делитесь на какие-то участки? Продоседайте. Мы вам даем 5-друг подоседать. На три группы должны разделиться. Раз, два, три. Вот тут три ряда, там. Да, и все день кондиционируем. Нет, нет, нет. Сюда, пожалуйста, поменяйте. Вы больше не узнаете. Вы женщины считаете? Вы женщины считаете? Вы женщины. Очень. Я не принялся. Я и мужчина. Мужчины говорят, что ты идешь. Продолжение следует. В открытом голосовании только так. Посчитают голосов. Пожалуйста, выскажите свою мысль. Отпустили покурить? Нет, нет. Нет, меня на покуре не перебудут. Так, ребята, куда вы уходите? Никто не слышит? Не голосовать. Нет голосовать никак. Дорогие друзья, я должны признаться себе. Мы должны признаться себе, что мы живем в депрессивной стране. В стране с несовершенными механизмами, скажем так, то, что не называют реформами. Наши правители уже 20 с лишним лет. И, к сожалению, ситуация сложилась так исторически, что в депрессивной стране есть довольно-таки депрессивный город, в котором мы с вами живем, хоть мы его и любим. И община у нас тоже несет на себе печать вот этой депрессивности. В этом никто по отдельности из нас не повинен, но мы это должны признать как факт. И я хочу сказать первое и главное, что если мы сегодня говорим о том, что работу общины надо улучшить, усовершенствовать или даже возродить, то в какой-то мере это оценка тому состоянию, в котором пребывала община, вот какой-то длительный, предшествующий период. Для этого есть миллион причин у каждого в семье, почти у каждого. И в общине в целом в том числе. Я должен вам сказать, что как стародавний член правления, я понимаю, что правление работало, скажем, мягко, крайне слабо. Временами вообще не работало. Я... Я не участвую, в ответственности за это и не думаю на себя в проществе. Мы не были инициативными, мы не были активными, мы ждали, что-то вроде завтра изменится. У нас есть очень, да, и очень больные вопросы, которые достались нам в наследство от предыдущей, как мы раньше говорили, общественно-коммерческой формации. И почему-то об этом никто больше нигде не заикается. Я говорю об общине еврейской собственности, которая еще сохранилась, и так и не была возвращена ее владельцем. Мы упустили эти 20 лет, потому что 15-20 лет назад это можно было сделать очень легко, когда не был сформирован блок законодательства, то есть свод всяких законов здесь в Молдавии. Элементарного лоббирования со стороны просто солидной одного-двух конгрессионов США мы бы получили сразу несколько зданий, в которых можно было бы работать и не ждать, когда джойнт и другие ко-спонсоры построят нам вот этот еврейский общинный дом Бей-Табив, он называется, если вы помните. Понятно, что джойнт, которому в этом году, кажется, исполняется 100 лет, мы ему, как говорят здесь, по гроб жизни должны быть обязаны, потому что многие бы не дожили до сегодняшнего дня, если бы не та помощь, которую мы получаем по вам известным каналам. И единственное, что есть, кроме джойнт, джойнт организует эти потоки средств, джойнт организует их материализацию, джойнт обеспечивает выживание очень многих из нас, а остальным он обеспечивает умея, улучшение уровня жизни, действительно какого-то месторонного уровня. Так вот, понятно, что джойнт начал с того, что самое наиболее жизненно необходимое, то есть социальные службы, и создал хэсэд. Уже во вторую, третью очередь поняли, что надо дать помещение общине и создать еврейский общинный центр, где мы сейчас находимся, в этом втором здании, новом хэсэд. в этом здании помогали и американцы, и французы, и разного рода фонды, и состоят в них частные лица, преимущественно, то есть все из-за рубежа. Мы за это тоже должны себе высказать нашу сердечную благодарность. Так вот, я хотел бы слышать от наших кандидатов, или хотя бы одного из них, еще сегодня не поздно. Значит, мы сейчас живем в мире, и находимся в сообществе стран, где собственность священна. То есть если вам принадлежал какой-то дом, и он сохранился физически, вам обязаны его отдать. Несколько лет назад, больше десятков, точнее, я подсказал армянам города Бельцы, которые не имеют никакого отношения к армянам и военным, и тем более к революционным, что им надо сформировать национальную культурную организацию, и они на этом ничего не проиграют. За это время поколения сменились, организатор армянской общины давно живет за рубежом, но вы гляньте на них, им вернули памятник архитектуры, прекрасную армянскую церковь, произведение архитектурного искусства, которому по нашим понятиям цены нет. Теперь объясните мне, почему евреям, которые здесь составляли 50 и более процентов населения города к началу Второй мировой войны, почему до сих пор ни одно из сохранившихся зданий не возвращено. И мы вот здесь сидим и хлопаем ушами и думаем, да, так вот, меня, как члено правления, почему-то никто об этом не спрашивает. Это сверхзадача. Секундочку. Это будет на путь с вами председатель. Это не на путь председатель. Кто претендует быть председателем, он должен быть в теме и должен понимать, что он должен это включить одним из первых номеров своей программы. Да, вы хотите покушать? Я тоже, да. Скорый обед. Второе. Есть еще целый ряд проблем, которые приоритетны. И выйти здесь и походам сказать вот так, вот так, вот на таких общих принципах, которые действуют, опять-таки опираясь на вас, ну, это поверхностный подход. Поверхностный подход у нас уже был, 20 лет мы уже потеряли на этом. Я согласен менять, но надо же формулировать задачи перед собой и перед сообществом. в общем, спасибо. Если не что, если я все сказал, спасибо. Спасибо. Я первый начал очень неудачно, чуть ли не сказать, но я хотел первое, что я делаю, это вас всех поздравить с уступившим в новом году в 2014 году. Позвали вам всем здоровья. Я бы хотел, чтобы в 2014 году для нас все это не было, чтобы о нас разница с новым председанием, что будет новая жизнь. То, что наша община умирала, это не было никакого большого секрета. Все это видели и активное участие в этом принимали, чтобы умерла община. Это наши члены правления, это Ефима, Мессер, Полина Григорьевна, Локман и так далее. Все они активно ничего не делали, чтобы общину соблюдать. Я думаю, что вам это и длина, мне же, наверное, хватит смелости признать. Новая община будет, нужно, чтобы она все же активнее вообще, чтобы в правлении были люди ответили. Вы понимаете, что это деятельность. Председатель должен только выполнять то, что ему поручило правление. Он не может от себя чему нести, это есть законы, регулирующие. То есть правление это оно решило, а председатель обязан выполнить. Если он не может, он собирает правление, опять поднимает вопрос, решает то, что это не будет. Я это видел тоже давно. Я активно хотел с этим бороться, делал все попытки. Вот Гольберг, живой свидетель, когда мы собирались у Гольберга, так и как было? Чтобы сменить эту ситуацию, чтобы не дать умереть общине, давайте берем председателя. Потому что больной был, уже недееспособный, но держался за, не обсуждая сильно покойных, но правда есть правда. Он держался за это, ну как, за спасительную соломку, которая его духовно вроде как бы поддерживала. А община в это время умирала. У него не было команды, толком. Потому что я же вам говорю, что может быть и так. Да, может быть и так. Я вам хочу дальше сказать. Значит, как обсуждение кандидатуры, как зацепилось этот вопрос. С Игорем мы, ну не один был, я обычно на себя один, не беру ответственность, а решать вопросы, которые уносит коллективный характер. С Игорем мы дышали, Игорь раздул счетчик, что мы разорвем его на части, как тузик шапку. Пару выпустил и исчез. И когда я к нему... Это свидетели, видеозапись.